Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 1517. События дня. 1 Тимофея 3.16. Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе. Показал себя ангелом. Проповедан в народах. Принят верою в мире. Вознесся во славе. За 6 февраля 2020 года. Ну и публикуем обращение о помощи старости. У нас большая нужда купить комбайн новый. Не какие-то там поездки, лечения или что-то. Для живых, живое. Ну и 4 ролика о них снято. Так что тут безобманно. Вот оно что пишет. Ирина. Вот так. Я отвечаю. Первое. Я указал вам на каноны. Они были нарушены при рукоположении ввиду неполноты возраста. Но вот прошло время. К тому служителю стало больше, чем определенно канонами. Что делать? Сбучит же в канонах определенно, что он должен быть извержен. Но из чего? Из сана или из числа служащих до своего уреченного времени? Ждать уреченных лет. По смягчающему режиму приемлют второе. Но сегодня и по первому режиму ничего не предпринимают. Пояснение по другому случаю. Возраст венчания определен был в 16 лет. Но священник повенчал в 14 лет. Прислужил дьякон. Оба законные. Но венчал малолеток. Что делать? Есть пояснение. Что брак расторгнуть до уреченных лет. То есть когда смогут жить вместе. Через два года. Это известно и в ЗАГСах. Вот эти два года теперь будут висеть на церковных служителях. Священник запрещает сослужить в течение двух лет. А дьякон в половину этого срока. То есть один год. Он не так виновен. Или пример еще. Священник был не крещен. А мочен мокрой ладошкой по голове. Фактически он не крещен и должен быть погружен. А вот дальше иное рассуждение. Можем ли мы проверить, правильно ли крещен сам тот, кто крестил самого этого священника. Даже если он и правильно крестил. Этого не разрешить, так как цепочку можно продлить до апостолов. Если где разрыв не в рукоположении, это это правильность крещения. То можно ли признавать этого последнего, правильно крещенного, заблагодатного, принято решение. Не проверять дальше его самого вдаль. Относительно рукоположения хератонии епископов. Дело обстоит намного строже и решительнее. Рукополагать в епископа можно и одному епископу. Такое было много раз в житиях святых. Но канон принял строже. Апостольское правило первое. Епископа допоставляют два или три епископа. Это первый Вселенский собор, четвертое правило. Седьмое Вселенский, третье правило. Второе правило. Пресвитера и диакона и прочих причетников допоставляет один епископ. Ганновский, шестое правило. Ладикийский собор, тринадцатого. Василий Великого, восемьдесят девятое. Вот я пишу Ирине. Ревность ваша похвальная и достойна подражания. Она пишет. Игнатий Тихонович, ответьте прямо. Я могу у него исповедоваться? Если ему уже тридцать пять теперь лет. И выбрала его, потому что исповедуюсь у него, испытывала страх Божий. И по другим его качествам, соответствующим своему назначению. Как я думаю, на то мне указал Господь. Я отвечаю. Если совесть ваша приемлет такой вариант, так и поступите, помолившись. Ирина, благодарю. Так и поступлю с рассмотрением, рассуждением и молитвой. Да даст Господь мне мудрости. Спаси Христос. И дальше вот какие рассуждения. Тут что? Тут что? Тут что? Уда. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...